Российский император Павел I до сих пор даже в официальных документах рисуется человеком сумасбродным, даже душевнобольным. Образ ненормального правителя сложили еще при жизни этого государя те, против кого он вел борьбу, считая, что именно так нужно оправдать дворцовый переворот и устранение царя. Именно спасением от дурака. Но вот простой народ, напротив, говорил о Павле как о справедливом правителе, даже несмотря на его немного отталкивающую внешность. Современники сына Екатерины Великой говорили, что самое некрасивое в нем это нос. У Павла был коротенький и приплюснутый носик, никак не соответствующий образу грозного монарха. Нижняя губа у него выпирала вперед, а над ней нависала верхняя, потому рот был похож на клюв утки. Одни описывают глаза Павла прекрасными выразительными, но в свидетельствах других у царя был непропорционально маленький разрез глаз. Лоб был чрезмерно высоким, а цвета лица бледно-желтым. Это делало внешность Павла еще более отталкивающей и ненормальной в глазах остальных людей. Никакой стати и выправки у императора и в помине не было, он был сухопарым, невысоким и немного горбился. А вот на портретах перед нами совершенно другой человек. Лучший его портрет выполнен художником Владимиром Боровиковским. Там император предстает с регалиями Мальтийского ордена, к которому он, между прочим, принадлежал и на самом деле. Сам же Павел очень любил свое изображение, выполненное Степаном Щукиным, где он позировал в форме преображенского полка. Люди тоже видели на этом портрете приятного и сдержанного человека. Сам император хотел выглядеть именно так всегда, но не получалось. Про Павла в свое время ходило много анекдотов, где он выставлялся самодуром и тираном, импульсивным и недалеким царем. Поступки императора тоже были иногда нестандартными, не укладывались в обычные поведенческие рамки, потому-то и давали повод усомниться в нормальности этого человека. Почему же в глазах простолюдинов он был хорошим? Да взять хотя бы анекдот, когда Павел, увидев, что слуга несет за изнеженным щеголем офицером его шубу и шпагу, приказал им поменяться местами. Слуга стал офицером и дворянином, а бывший хозяин – его денщиком. У избалованного русского аристократа такой анекдот вызывал ужас, а вот простым людям казался забавным и нравился. Отсюда, кстати, и основная причина конфликта Павла и придворных – он слишком ретиво взялся за дела после смерти матушки, хотел вникнуть во все сферы и все держать под контролем. Но забыл, что времена сейчас другие и методы управления давно уже не петровские. После 34 лет правления Екатерины все настолько к этому привыкли, что само поведение и идеалы нового государя вызвали у дворян неприятие. Они и поспешили навесить ярлык ненормального на императора Павла. К тому же новый царь бросил вызов не только своим, но и всем монархам Европы. В нем видели сумасшедшего, а он просто вел свою тонкую игру, как русский Гамлет. Эту игру современники не поняли и, видя в нем лишь безумца, при случае поспешили устранить.